Добрый день. Футбольный клуб Уфа приехал на очередной тур в Тулу. Вот сейчас сзади меня играется матч дублирующих составов Арсенала и Уфы. Я стою в двух комплектах термобелья, все равно промерз весь нахуй сквозь. Каким нужно быть любителем футбола, чтобы ходить на такие игры. Для чего вообще мы играем зимой в футбол, лично мне непонятно. Возможно, кто-то это понимает, кто-то извлекает из этого какую-то выгоду, но, как мне кажется, ни для тульского, ни для башкирского футбола такие морозы ничего хорошего не несут. Ну, условия, сами видите, условий никаких. В регионах условий никаких. Для информации, все вот эти вещи были одеты на меня во время сегодняшнего матча дублеров. Вот два комплекта термобелья, теплые штаны, олимпийка, пуховик. И все равно к 90-й минуте продрог так, что стоять было невозможно. А ведь я работаю в футболе. Представляете, каково будет болельщикам, которые придут завтра поддержать свои команды. О развитии футбола в России мы можем говорить бесконечно. Но если мы не будем прислушиваться к мнению болельщиков, которые голосуют ногами, ничего хорошего не будет. Заранее просим нас простить за столь откровенные кадры, но снято все это всего в 150 километрах от Москвы на матчи дублирующих составов клубов российской премьер-лиги. А вокруг говорят о каких-то заоблачных деньгах у тренера национальной сборной, о предстоящем мундиале, о выгоде от перехода на систему осень-весна. Посмотрите, вот сюда в 21 веке люди ходят во время футбольных матчей и исправлять свои естественные надобности. Вот наш дубль. Не смог распечатать ворота туляков, хотя моменты были. Дважды не забил Дима Голубов. А накануне встречи генеральный директор Шамиль Камилович Газизов побывал на программе 90 минут плюс телеканала «Наш футбол». Особенно национальными были девушки, молодые люди. Они, конечно, знаете, коллегицы... Шамиль Камилович, отличаются от нашего Беста? Существенно. Посмотрим, что там у них на студии, конечно. По количеству аппаратуры, занятой программой. Да, но это вот Галима Менигалевича на то, чтобы посмотреть и сделать определённый вывод. А мы будем помогать. Президент футбольного клуба УФА и одновременно ещё и президент федерации футбола Башкини. Генеральный директор футбольного клуба УФА. Генеральный директор футбольного клуба УФА. Спасибо, спасибо. То есть мы стараемся, как вы видите, давать в нашем эфире... Минута! Минута! Потому что впереди ещё несколько очень важных матчей. Фанаток ЦСКА немного заранее, но начали поздравлять команду с победой и Новым Годом. Фонарики на трибуне смотрелись очень необычно. А что это за видео такое, Андрюх? Женя, давай от плазмы опять отлетим. Там за день вы играете какие-то бабы. Это мы не дальше в свои матчи. Мы посмотрим перемотку. Посмотрим, что смешно было и любопытно в этом туре. Со второго! Заканчиваем. Батон! Надо стулья убрать! Дублёры ждут основную команду. Подождём, и мы спустимся вниз и посмотрим, как наши ребята вернутся с предигровой тренировки. Никас, как поле? Понравилось? Да, просто так. Не очень, да, судя по всему? Ну, замёрзли, да? Замёрзли. Чуть-чуть. А вот наша основная надежда на завтра. Антон Килин. Антон! Холодно? Замёрз, Антон? Да и номер получит. Нормально. А, вы ещё не получили, да, номера? То есть сразу с Москвы, сразу на тренировку, да? Вот так хотелось потренироваться. Полин. Неважно. Джей, там и без... Ну, что сделаешь? Зам, пробил нам? А? Доставай. Есть, кто? Сотопись. Брат, в Туле хорошо, брат. Ты видишь, Полин, хорошо. Не очень, да, Полин? Дубль, где играл? Дубль на синтетике. Да? Шестой, кто выходит? У них хорош? Седьмой. Шестой, кто выходит? Масса СС? Да. Спасибо. Скажи, буду зарекламировать. Какой фирмы сожжутся? Фирма настолько известна, что неохота её называть. Всё, выходим, да? Вот Саша Сухов стартанул. Видите, как? Такое чувство, что он от нас бежит. Серый, ты меня уже снимал. Пусть. Ну, серьезно. Ты нас в Мордовии снимал? Я уже не помню. А, вы вдвоём живёте, да? Ну, видишь, я как снимал в Мордовии. Нормально, да? Да. Нормально. В кровати не будете отодвигать? Так останется. Да. Не будем. Нормальный номер. С видом на море, да? Нормально, хорошо. Вид на море. Хорошо. Вот видите, у нас есть специальная тележка, куда ребята сбрасывают грязное, потное бельё после тренировки. Всю эту ночь, за ночь постирается, выгладится, и с утра уже будет всё чистое, нормальное, такое, какое должно быть. Арсенал Тула, прогноз на матч, традиционный, от Фримпонга. Как будем играть Тула-Арсенал, Уфа? Один не уфа. Выиграем? Да. Один не уфа. А чё так мало? Я понимаю. Мало? Может, два ноль? Два ноль, два надо. Всё. Уфа, два, ас-на Тула, не. Молодец. Спасибо. Покойной ночи, Уфа.